Сяо Янь из клана Сяо. В прошлом – величайшего клана на континенте Доу Ци. Его предок почти достиг уровня Доу Ци, но растерял божественную родословную. Его зовут Сяо Сюань. Недавно студия аниме «Расклотая битва синего небес» раскрыла постер с изображением этого могущественного эксперта. Сяо Сюань – предок и бывший лидер клана Сяо. Он был атакован и убит кланом Хун, когда пытался продвинуться к Доу Ди. Его тело было доставлено в небесную гробницу, чтобы дождаться члена клана Сяо, который был бы достоин унаследовать оставшуюся родословную клана Сяо. Кроме того, он был единственным человеком, которому почти удалось убить Хун Тяньди за многие прошедшие годы. Он овладел тремя видами небесного огня и являлся тем, кто создал секретную технику тройной метаморфозы пламени. У него также есть двоюродный брат, Сяо Чень, который исчез без причины. Клан Сяо не мог ничего найти о нем, независимо от того, как они искали. Позже выяснилось, что он находится под контролем одного из видов небесного пламени. Гусю Нер, которая прибыла на помощь Сяо Яню и победила долину Ледяной реки, была в курсе многих событий прошлого. Она рассказала Сяо Яню о его клане и о том, что произошло в прошлом. Это не только связано с нефритом древнего бога Тоше, но и с божественной родословной клана Сяо. Эта родословная играет важнейшую роль, Гусю Нер также обладает кровью бога. По слухам, после исчезновения бога Тоше, Сяо Сюань был первым человеком, получивший полный нефрит древнего императора Тоше. Поэтому у Сяо Сюаня не было другого выбора, кроме как разбить нефрит на восемь частей и разделить его среди других древних кланов. Хотя весь нефрит древнего императора Тоше был получен, времени было слишком мало, чтобы тщательно его изучить, поэтому наследие Доуди тогда найти не удалось. Сяо Янь продолжал хранить секрет древнего божественного нефрита Тоше. Он не рассказал об этом даже Сяо Исянь и почтенному Яу Тяньхо. Хотя клан Сяо когда-то был сильнейшим на континенте, его могущество угасло. И теперь без абсолютной силы раскрытие правды о нефрите может навлечь на Сяо Яня настоящую беду. Гусюнер также поведала, что прародитель Сяо Яня, Сяо Сюань, был могущественным экспертом, чья слава наравне с его силой ставила его в один ряд с четырьмя величайшими личностями континента. В свое время его сила была настолько велика, что клан Гу заключил с ним союз. Однако с течением времени этот союз ослаб, а клан Сяо исчез с центральных равнин. Даже среди могущественных людей того же уровня, что и Сяо Сюань в то время, Гу Юань и Хун Тяньди все же немного уступали ему по силе. Сяо Сюань был не только могущественным, но и имел широкий круг друзей. Старейшины клана обнаружили, что со дня его рождения у него самая чистая родословная, близкая к родословной императора Доу Ди клана Сяо в древние времена. Среди восьми древних кланов самое важное – это чистота родословной. А родословная императора Доу, такая как у Сяо Сюаня, является божественной родословной самого высокого уровня среди восьми кланов. Поэтому с момента его рождения Сяо Сюань взял на себя тяжелую ответственность за возрождение клана Сяо. Тысячи лет назад родословная клана Сяо самого могущественного среди восьми древних кланов была сильно истощена. Сила клана начала значительно снижаться, а враждебный им клан Хунь воспользовался возможностью напасть на них. В то время Сяо Сюань и старейшины клана Сяо поняли, что родословная Доу Ди в их клане уменьшается. И в попытке пополнить родословную, они согласились передать Сяо Сюаню родословную Доу Ди всех членов клана, чтобы позволить ему прорваться в класс Доу Ди. И следовательно, вот почему нынешняя семья Сяо не имеет следов крови Доу Ди в своих телах, так как они все передали ее предку ради попытки спасти клан. Однако прорываясь, предок Сяо Сюань потерпел неудачу и столкнулся с нападением клана Хунь, включая одного из четырех других пиковых экспертов того времени. Это и привело к его смерти, хотя он силой взорвал свои три небесных пламени, смог серьезно ранить главу клана Хунь. Лидер клана Хунь уровня девяти звезд святого собрал своих сильнейших людей, чтобы напасть на Сяо Сюаня, и убил его ценой своих серьезных ранений. Клан Хунь также понес тяжелые потери из-за осады клана Сяо. Некоторые из выживших членов клана Сяо мигрировали в отдаленные районы материка под защитой клана Гу, клана Сюнер. Через тысячи лет клан Сяо, исчерпав родословную императора Доуди, стал небольшой семьей в империи Дзяма. Если кратко, то вот история клана Сяо, что с ним случилось за эти тысячи лет и почему от него осталась лишь небольшая горстка людей. Виновен напавший на них враждебный клан Хунь. Он также уничтожил еще парочку древних кланов помимо Сяо. По уговору, именно клан Гу должен был присматривать за кланом Сяо. Но мы видим, что спустя тысячи лет у них почти не осталось сильных техник и умений. Глава клана Сяо Чжань был всего лишь на уровне Дадоуши, но Сяо Янь в итоге приведет свой клан к настоящей силе. Прародитель клана Сяо однажды оказал клану Гу услугу. Когда он умер, то завещал клану Гу позаботиться о клане Сяо и сохранить его родословную, если наступит критический момент. После его смерти Альянс все еще некоторое время держался, но с течением времени клан Сяо пропал с центральных равнин и соглашение, соответственно, потеряло свою силу. Одна из причин, почему Сюнер отправилась в клан Сяо, заключалась в желании отца дать дочери спокойное детство. Другая же заключалась в том, что часть членов клана желали заполучить фрагмент древнего нефрита Тоше, принадлежащего клану Сяо. Гробница основателя Сяо Сюанин находится в царстве Гу, однако она скрывает мистическую силу в себе. Члены клана Гу не могут войти в нее. Наверняка только Сяо Янь, член клана Сяо, сможет войти внутрь. Поэтому Сяо Янь в будущем обязательно посетит царство Гу, чтобы навестить гробницу своего предка. Мы очень ждем это событие. В клане Гу Сяо Яня ждет множество приключений и испытаний. Сяо Янь пообещал, что как только обретет силу, перенесет гробницу предка Сяо Сюаня в достойное место, чтобы его потомки могли почитать его. Однако Сяо Янь не должен просто так раскрывать свою принадлежность к Сяо Сюаню, так как клан Сяо в прошлом оскорбил могущественные фракции, которые могут захотеть ему навредить. Центральные равнины полны скрытых сил, которые намного могущественнее, чем можно себе представить. Кроме того, некоторые древние враги Сяо, возможно, до сих пор существуют и могут стать угрозой для него. Так что Сяо Янь узнал крайне важную информацию о своем предке Сяо Сюани. Он сыграет важнейшую роль в продвижении Сяо Яня к уровню Бога. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть встречу Сяо Яня со своим предком. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok